приветствуем вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы вот посмотрите какая красота как в прошлом году там где у нас было именно в апреле месяце подготовлена почва сюда засыпали мы старые прошлогодние кусочки хризантемы остатки соломы а также сюда добавили удобрения которые мы добавляли для картофеля это рыбная мясокостная мука кормовые дрожжи и вот это все вместе было оставлено до момента высадки рассады в конце мая месяца и после того когда мы высадили рассаду здесь она прекрасно принялась и здесь она хорошо росла накрыли банками бутылками и затем здесь получили хороший урожай и эти же несколько растений из этого же сорта арбузов мы посадили на земле где только росли сидераты ну и результат очень такой разный буквально противоположный результат потому что там где нет вот этой хорошей подушки а вернее даже своеобразный парник где много органики и здесь выделяется тепло потому что у нас очень долго холодно сейчас будет несмотря на то что сверху жарко а почва будет холодная такой вот этот новый период новая эпоха водолея и почва очень долго находится холодной данном случае вот эти остатки органические помогли нашим растениям выстоять в холодные дожди в град мы накрыли бутылками а затем их открыли и они прекрасно себя чувствовали потому что росли себе хорошо единственно что мы еще подкормку делали когда уже плоды образовались подкормку магнием и калием но вот такие арбузы получились красивые а теперь в этом году мы уже заранее готовим отдельные ямы такие мы знаем что лето будет очень жарким и нужно будет очень экономно использовать воду вода очень дорогая и в жару это просто единственное спасение для растений ну и для человека но для растения особенно тоже поэтому нужно будет экономно расходовать воду мы вот делаем вот эти ямы но сейчас мы покажем что мы заранее готовим сейчас уже в конце марта буквально на днях мы вот этим делом занялись для того чтобы и собрать остатки хризантемы какие-то растения все это органика которая поможет нам создать вот эту подушку для северяне делают сверху такие парники а ну нам нужно делать в земле для того чтобы земля не прогревалась вот это парник вот на севере он прогревается быстрее нагревается а нам вот в жару наоборот нужно чтобы там была влага и прохлада и вот вначале нам надо тепло как раз начинает работать вот это этот способ а затем это будет и прохлада и будет как раз комфортно для растений вот что мы сейчас делаем так у нас уже часть ям таких выкопаны смотрите как они у нас тут расположены здесь будет рядышком картофель его готовим то здесь было много соломы закопано и вот сейчас вот эти ямы готовятся отдельные что нам нужна лопата и вот у нас как парник и получается между центрами ямок где-то полтора метра будет между растениями так как мы выращиваем урожайные арбузы и дыни мы хотим и дыни так посадить то естественно мы вот таким образом выкапываем большие ямы и расстояние между этими ямами вот видите какое вот сейчас мы копаем яму выкопали яму видите диаметр чуть больше 50 сантиметров вот глубина 35 выкопано и плюс еще мы обложили сверху где-то 40 сантиметров получается и теперь будем сюда закладывать вот эту подушку прекрасную подушку которая нам нужна загорачивание у нас есть из пшенички вот такие подсохшие корешочки сюда забрасываем прекрасные это хорошие корни тоже подтянули нужные питательные вещества мы уже это делали так этого достаточно а теперь сверху вот остатки что у нас есть когда-то мы сжигали это все а сейчас это у нас удобрение очень хорошее так как у нас суглинки и естественно на суглинках особо ничего не вырастет то вот таким образом мы сделаем и почва будет воздушная и удобрение еще будет предостаточно мы сейчас еще и добавим сюда удобрение зеленая масса вот так можно не стесняться еще и это оно потом в концу сезона вообще тут ничего не остается только черная черная такая земля вот беру пол литровую баночку курныка это куриное переработанное удобрение и вот здесь по всему периметру рассыпаю здесь есть и калий и магний фосфор пальцы все нужные питательные вещества вот у нас есть вот смотрите какая хорошая земелька здесь была закопана солома под картошку но здесь немножечко я по краю беру вот эту землю соломкой и сверху присыпали после этого еще я буду присыпать землей из сада но в данном случае нужно чтобы уже начинался процесс работы вот и я сейчас еще одну важную вещь делаю это полив обязательно пролить вот эту часть для того чтобы уже начался процесс переработки этой органики практически мы все это сделали вот видите и дальше ямочки тоже у нас сейчас еще сухим досыплю и затем где-то 10 сантиметров 10 мы еще подсыпем хорошую землю землю из сада у нас там старом саду растение мы срезали уже и очень хорошая верхняя земля вот сюда мы сейчас все накрываем вот практически частично основное что сейчас должно быть это начало процесса переработки вот это все начинает работать и таким образом мы готовимся к посадке и для бахчевых культур и для огурцов а для тыквы вообще замечательно и смотрите получается у нас яма в которой мы будем заливать теплую воду потом поливать она никуда не будет вытекать и все здесь будет оставаться еще присыпем но это будет позже сделаем все когда сильно жарко будет соломкой присыпем замульчируем и растения будут нормально себе чувствовать корни будут комфортно работать себе и растения будут питать свои во-первых плети а затем и плоды будут наливаться ну что ж раиса горяченко и александр волик подготовили сегодняшнее видео мы обещали рассказать и показать как мы это делаем мы это делаем весной для того чтобы осенью если сделать мы собирали всегда медведку и других резителей на зимовку а сейчас мы это делаем в конец марта в начале апреля для того чтобы до момента посадки наши ямы вот эти были готовы к посадке бахчевых культур всего вам самого доброго мира вам добра и божественного света любви каждое сердце мы посылаем вам от всего сердца своего большого сердца всего самого доброго и до новых встреч на нашем канале что блин что он вот 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 Продолжение следует...